всем привет сегодня выходной это значит что в эфире кулинарная рубрика и сегодня я буду готовить печенье которое до этого еще ни разу не делала рецепт я нашла на просторах нашего великого интернета и мне захотелось попробовать почему я решила потому что этот рецепт без яиц а у меня аллергия на яйца и поэтому я предпочитаю делать выпечку без них ну и давайте посмотрим что же у меня получилось мука масло курага сахар кэроп жареный арахис соль ванилин и разрыхатель так топим сливочное масло нам понадобится 250 грамм сливочного масла и затем смешать с так со стаканом сахар все заливаем и тщательно перемешиваем затем россия и всыпаем туда ванилин и разрыхлитель и соль перемешиваем сухие ингредиенты и вливаем туда масло с сахаром и хорошо все перемешиваем ну как вы уже можете заметить по количеству ингредиентов тесто получается с гульки нос мне это не понравилось и я нашла в холодильнике кефир решила добавить полтора стакана кефира ну и соответственно муки тоже я добавила больше так я разделила тесто на две части одна часть будет с кэропом и орехами сейчас я буду измельчать другая часть будет с курагой и таким образом у нас будет светлая и темная часть кэроп я использую вместо какао он придает еще сладость и вот этот шоколадный цвет и шоколадный вкус в общем очень полезная штука рекомендую итак с помощью ситечка я просеиваю кэроп и добавляю в первую половину тесто у кэропа присутствует такой же шоколадный вкус как и у какао и плюс оно не горчит он не горчит и добавляет очень красивый цвет как у настоящего шоколада но посмотрите какая красота пока я измельчала жареный арахис я решила что я его добавлю в светлую часть и вместе с курагой все перемешиваем до однородной массы затем досыпаю муки и получаются вот такие два комочка теста теперь его нужно положить в холодильник на час или полтора а пока тесто готовится в холодильнике вот вам минута умиления и 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 Итак, тесто полежало в холодильнике и теперь его можно раскатывать. Я беру по половинке каждого комочка. Нужно раскатать два блина. Раскатываем блин с курагой светлого теста. Очень тщательно, но и не сильно тонко раскатываем. И затем раскатываем шоколадный блинчик. Тоже так же не сильно тонко. Затем нам нужно соединить два блинчика и хорошо прокатываем сверху, чтобы они немножко соединились, прикатались друг к дружку. Теперь делаем рулетик. Несколько раз прокатываем, чтобы слои лучше склеились между собой. Краешек обычно я срезаю. И теперь берем противень. Посмотрите какая красота. И на противень все выкладываем. Ну, какие прекрасные завитушки получились, вы только посмотрите. Можно немножко приплюснуть рукой или раскатать скалкой. Теперь можно загревать духовку и ставить запекать. Запекать 20 минут. Я засекала. Запах ванили, кэраба и кураги на всю квартиру. Вот что у меня получилось. По-моему, выглядит отлично. Ну что ж, друзья. Вот такое веселое печенье у меня получилось. И сразу хочу вам сказать, что тот рецепт, который я нашла в интернете, по нему у меня вообще ничего не вышло. Ну, как ничего. То есть, тесто какое-то получилось. Но, во-первых, его было мало. Во-вторых, по рецепту было определенное количество муки. Но, когда я все сделала, получилось, что этой муки было недостаточно. Поэтому я добавила по старинке кефира. Соответственно, муки побольше. И у меня получилось разделить тесто на две части. И поэтому получилась такая вот зебра. В первоначальном рецепте там просто нужно было скатать в колбаску тесто и нарезать кругляши. Вот. Но я вспомнила рецепт из детства. Потому что мы с мамой делали в детстве вот такие же печеньки. Такие спиральки зебры. Вот. И решила вспомнить его и воплотить. Ну и вот что получилось. Вкусно, невероятно. Не сильно сладко. Такая приятная кислинка за счет кураги. В общем, мне понравилось. Теперь я думаю, что я буду делать такое печенье периодически. Ну а вам желаю вкусных вечеров. За чаем. И вот с такими печеньками. Все. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...